В эфире новости на телеканале СКАД в студии Никиты Галочкин. Здравствуйте! В Самаре сгорел дом Челышова. Он находится на пересечении улиц Красноармейской и Ленинской. Пожарные боролись с огнем больше 10 часов. Увы, но спасти объект культурного наследия и одну из достопримечательностей города не удалось. Пламя уничтожило большую часть здания. При этом несколько десятков семей остались без жилья. Все случилось вечером 22 марта, в среду. Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 21.07. К моменту прибытия спасателей огонь перебросился с третьего этажа на деревянные перекрытия, охватил всю крышу. Люди выбегали из дома, в чем были одеты, без личных вещей и документов. Эвакуировали 60 человек. К счастью, погибших и пострадавших нет. В школе номер 12 развернули пункт временного размещения. С людьми работали психологи. Старинное здание вспыхнуло, как спичка. Огонь быстро распространился по дому. Площадь возгорания почти полторы тысячи квадратных метров. Спасатели работали по повышенному рангу сложности. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при использовании газовой плиты, сообщили в МЧС. В 21.07. в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России поступила информация о пожаре. В доме по адресу в городе Самаре на улице Красноармейской, дом 60. Дом 1899 года постройки третьей степени огнестойкости. По прибытию первых пожарных подразделений было установлено, что происходит горение на третьем этаже с выходом на кровлю. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности номер 2. В 22.12. площадь пожара составляла 1400 квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте вызова сейчас работает 14 звеньев ГДЗС, 157 человек личного состава, 54 единицы техники, 14 звеньев ГДЗС, 14 стволов курс 8, 6 автолестниц, 1 пеноподъемник, 2 лафетных ствола. Сил и средств достаточно. В доме проживало 110 человек по прописке. Было эвакуировано 60 человек. С эвакуированными работает администрация города Самары. В Самаре планируют обновить трамвайные пути на Новосадовой. Об этом сообщили в городском ТТУ. В первую очередь отремонтируют рельсы на трех участках. Первая – от проспекта Кирова и Барбошиной Поляны до Нововокзальной. Работы рассчитывают начать уже в этом году. Второй участок – это отрезок от Нововокзальной до кольца около ТЦ «Апельсин» и завода имени Тарасова. Эту часть Новосадовой планируют привести в порядок в 2024 году. А в 2025 ТТУ рассчитывает отремонтировать рельсы от трамвайного кольца у «Апельсина» до улицы Гастелло. При этом, по словам специалистов, ремонт не повлияет на движение общественного транспорта. Работы планируют вести в вечернее и ночное время, когда трамвай не ходят. Рельсы будут собирать в другом месте, потом собранную конструкцию привезут на нужный участок и установят. Отмечается, что кроме самих рельсов сделают еще решетки для стоковод. Самарские врачи спасли зрение ребенку. В больнице имени Ярошевского прооперировали шестилетнюю девочку с проникающей травмой глаза. О том, как важно порой вовремя обратиться к врачам и получить качественное лечение – наш следующий сюжет. Анастасия Мороз вместе с дочкой Женей идут на плановый прием к лечащему врачу. Несколько недель назад ребенку провели операцию на глазу. Орган был поврежден. Врачи спасли зрение. Ну, рады как, что спасли. Думали, что там, как сказали, что оптическую зону видеть не будет, а глаз видит. А после смятия швов еще лучше будет видеть. Конечно, мы довольно рады. Нашему лечу врачу Андрею Евгеньевичу очень благодарны. Хороший, внимательный доктор. Оперативно приняли, прооперировали. Глаз не видел практически, когда поступили. Сейчас вот три строчки видят. Все произошло случайно во время обыкновенного занятия рукоделия. Шестилетняя Женя вырезала поделку из картона. Так случилось, что ножницами задело глаз. Несмотря на позднее вечернее время, врачи больницы имени Ярошевского приняли маленькую пациентку и экстренно прооперировали. В результате этой травмы было резко снижено зрение. И повреждение произошло в структуре глаза, еще внутренних хрусталиков в частности. Мы первым этапом выполнили первичную хирургическую обработку раны. Наложили швы. Нам удалось, благодаря современному оборудованию и отечественным, в том числе и расходным материалам, удалось восстановить целостность глаза и сохранить зрение. Теперь, по словам врачей, юной пациентке предстоит второй этап операции. Это хирургическое лечение травматической катаракты. После этого зрение ребенка станет еще лучше. Медики напоминают, в случае травмы нужно незамедлительно обратиться за квалифицированной помощью. Ведь от этого зависит успех лечения в целом, а значит и здоровье пациента. Никита Галочкин, Дмитрий Лукин, СТВ. Телефонное мошенничество на 2,5 миллиона рублей в Тольятти. Изъятие крупной партии наркотиков в Ставропольском районе. И ДТП с пострадавшим в Красноармейском районе. Подробнее об этом в обзоре происшествий. Жительница Тольятти попалась на уловку мошенников и лишилась 2,5 миллионов рублей. По информации полицейских, жительница Тольятти 1970 года рождения, техническому сотруднику одной из библиотек позвонил неизвестный. Он представился сотрудникам банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Незнакомец убедил женщину, что для сохранения сбережений нужно оформить настоящий кредит и перечислить деньги на безопасный счет. Жительница Тольятти выполнила его требования и подарила злоумышленнику почти 2,5 миллиона рублей. Только после того, как собеседник перестал выходить на связь, Тольяттинка обратилась в полицию. Полицейский напоминает гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой. При поступлении подобных звонков следует прервать разговор. Сотрудники ГИБДД на 981-м километре автодороги М5 Урал в Ставропольском районе остановили для проверки документов водителя. За рулем находился 20-летний житель Московской области, у которого были явные признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. При оформлении административного материала за отказ полицейские в присутствии понятых обнаружили и изъяли из сабвуфера сумку с шестью полимерными пакетами с порошкообразным веществом белого цвета. Также правоохранители осмотрели телефон водителя и нашли в галерее фотографии с геотегами, сделанными ранее закладок. При проверке полученных сведений на местности полицейские обнаружили несколько тайников, из которых изъяли пять свертков с порошкообразным веществом. Все изъятое является наркотическим средством N-метилофедрон массой почти 2 килограмма. ДТП с пострадавшим произошло в Красноармейском районе. По материалам ГИБДД 50-летний водитель Лады Калины двигался по автодороге Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в направлении Самары. По пути следования на 135-м километре автодороги на повороте он не справился с управлением и съехал в правый кувет. После машина въехала в дорожный знак и опрокинулась. С места происшествия водителя госпитализировали. В Самаре улучшили работу еще одного автобусного маршрута. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта. Речь идет об автобусе номер 21 «Барбошина Поляна-Юнгородок». Он стал ходить чаще. Для улучшения ритмичности работы и сокращения интервалов на льготном автобусном маршруте номер 21 добавлены дополнительные рейсы, отметили в ведомстве. Теперь с остановки «Барбошина Поляна» автобусы отправляются в 6.14, 8.10, 10.33, 12.53, 15.28 и в 17.48. С остановки «Юнгородок» в 7.09 и 16.25, а с остановки станция метро «Кировская» в 7.14, 9.01, 11.46, 13.44 и в 16.30. Ромес Терегулов проведет очередной бой по смешанным единоборствам. Уже в эту субботу наш известный земляк снова войдет в клетку. Его соперник – Кадиржон Ганиев, боец из Узбекистана. Вообще, в Самаре готовится настоящий бойцовский турнир, где выступят как местные звезды боевых искусств, так и иностранные бойцы. 25 марта наш город ждет незабываемый вечер. В главном бою встретятся Вячеслав Дацек и Джеронимо Дос Сантос – Мондрагон. Перед турниром в нашем городе прошла традиционная пресс-конференция бойцов. Самарские спортсмены готовы на все 100. В принципе, мы просто выходим и делаем свою работу. Мы, как заводчаник, все обычные люди приходят. Мы приходим также два раза в день в зал. Плачем, работаем и стараемся психологически и морально себя так подготовить, чтобы вот это вывести на второй этап, на второй план, вернее, чтобы просто сделать свою работу красивой и обижать погоду. И о погоде. 24 марта в Самарской области будет тепло. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, ожидается переменная облачность без осадков. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 10, плюс 15 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 6,11 метров в секунду. Ночью температура воздуха понизится до минус 1, плюс 4 градусов. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Это все на сегодня. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru Смотрите наши новости в Телеграм-канале. На ваших экранах QR-код. Сканируйте его камерой приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok